Очень рад, что вы все сегодня собрались здесь. И очень рад, что все решили послушать, чего интересного я смогу рассказать про окаменелости Сибири и про Кембрийский взрыв. Ну, проверим. Думаю, что-нибудь дорасскажу. Ну и начнем, пожалуй, что все-таки с Кембрийского взрыва. Разберемся, что это такое, почему он интересен, кому он интересен и нужен ли он вообще кому-нибудь. Так, наверное... А, все, заработал. Отлично. Итак, начнем мы, пожалуй, что с вот такого замечательного человека, как Родерик Импи Мурчисон. Чем же он хорош? Ну, вообще, он, конечно же, геолог. Какое-то время, в общем-то, и палеонтологией занимался, но главное, что он изучал множество самых разных разрезов геологических, много знал разных геологических толщ, смотрел, как потихонечку от слоя к слою меняются разные горные породы и как меняются окаменелости в них. И он впервые обратил внимание на одну интересную вещь. То, что много всяких разных слоев, в которых есть окаменелости, и вдруг, вот если потихонечку спускаться по разрезу, в какой-то момент все окаменелости пропадают. То есть создается такое ощущение, что в какой-то момент истории нашей планеты вдруг появились разные организмы. Ну, и, собственно говоря, эту вещь, значит, нижние слои, соответственно, потом назвали кембрийскими, поэтому вот это неожиданное появление окаменелости в кембрийских слоях назвали кембрийским парадоксом. Ну, хорошо, был такой парадокс непонятный. Как же это можно объяснить? Ну, так как Родерик Мурчисон был человеком верующим, он это объяснял очень легко и просто. Раз неожиданно, ни с того ни с сего, появились окаменелости, значит, это момент сотворения отразился в геологической летописи, что, конечно же, очень приятно. Но так как многие другие специалисты не были настолько верующими людьми, и им хотелось бы какое-то другое объяснение получить, то их вот этот парадокс кембрийский очень волновал. Особенно, конечно же, кембрийский парадокс волновал Чарльза Дарвина. Когда он свою книгу написал, он особое внимание уделил этому кембрийскому парадоксу и говорил то, что, в принципе, объяснения у него-то и нету, но надо же все-таки что-то сказать. Он тогда сказал следующее, что, по всей видимости, просто палеонтологическая летопись неполна. Ну, это действительно, мало какие окаменелости сохраняются, никто с этим не спорит. Но если у нас вдруг и неожиданно появляется такое количество самых разных ископаемых, это обозначает, что палеонтологическая летопись настолько неполна, что фактически ничего не отражает. И то есть, в принципе, получается, что можно все эти древние кости, там, ракушки и так далее игнорировать. Ну, тут палеонтологи, конечно же, обиделись. Ну, понятное дело, что палеонтологическая летопись неполна, но не до такой же степени. Но надо как-то было объяснить тогда, что же это за кембрийский парадокс. Ну, и с этим объяснением Дарвин не справился, но теперь некоторые уже мысли в головах ученых зародились на этот счет. Начнем с того, что если раньше была мысль о том, что действительно именно в этот момент появились самые разные многоклеточные крупные существа, как минимум, может быть, даже и одноклеточные тоже появились, но потом вроде какие-то одноклеточные стали находить в более древних слоях, то сейчас мы знаем, что даже многоклеточные появились все-таки не в кембрийском периоде, а пораньше. И есть сейчас уже несколько фаун многоклеточных животных, которые жили до кембрии, они нам хорошо известны. И одна из самых сейчас известных — это фауна так называемого Эдиакарского периода. Причем, как видите, выглядела она достаточно, ну, скажем так, своеобразная. Вот какие-то блинчики непонятные, вон там перышки торчат. В общем, что-то очень странное, непонятно, с какими животными как это можно соотнести. Да и, судя по всему, большинство из этих организмов вообще с современными организмами никак не соотносятся. То есть это, если угодно, такие черновики Господа Бога, первые эксперименты природы, которые во многом не увенчались успехом и так и остались в прошлом. Но давайте поближе посмотрим на эти всякие венские окаменелости. Вот они, самые разнообразные. Как видите, здесь не только есть блинчики, не только перышки, но еще вроде какие-то червячки, еще что-то на губку отдаленно смахивающее, ну, а там вообще что-то явно из супового набора сверху, видите, да? Но, пожалуй, что если некоторые организмы абсолютно уникальной морфологией обладают, их вообще с чем-то соотнести довольно сложно. То есть это действительно, скорее всего, что-то абсолютно древнее, непонятное и вымершее. То все-таки есть среди вот этих вот докембрийских окаменелостей некоторые, которые, скорее всего, получили потом продолжение, и, собственно говоря, их потомки живут до сих пор среди нас. И вот один из таких древних организмов, давайте на него поближе посмотрим, называется он кимберелла квадрата. Так, посмотрим. Отлично. В принципе, действительно довольно странное животное, казалось бы, с кем его можно соотнести? Ни на кого из современных не похоже, но если присмотреться, все-таки что-то, наверное, знакомое можно увидеть. Вот вроде бы какая-то подошва, на которой этот организм поузал. Иногда находят следы поузанья, иногда находят вот такие следы соскребания. То есть, по всей видимости, были какие-то зубки, например, вроде радулы, которыми они скребли грунт. То есть получается что-то моллюскообразное, причем больше того, похоже на какого-то брюхоногого моллюска. Короче, древняя родня улитки. Я, конечно, не буду утверждать, что это прямо дедушка улитки, но вот что-то такое древнее улиткообразное абсолютно точно просматривается. Правда, единственное, что эта улитка, судя по всему, ползала задом наперед, головой назад, и вот, собственно, ползла и под за собой вот что-то соскребывала. Ну, как говорится, кому что нравится, не будем улитку ни в чем обвинять. Ну вот, в те времена важно было. Ну а теперь уже давайте перейдем непосредственно к кембрийскому парадоксу. Вот, да что ж такое. Так, все. Ну и прежде, чем мы к нему перейдем, хочу сказать, что, конечно же, для того, чтобы случился кембрийский парадокс, должен был измениться окружающий мир, и должны были исчезнуть эти древние формы. И на этот счет есть много тоже разных мнений, куда делись эти древнейшие идиокарские организмы, похожие на блинчики. Ну и вот, согласно некоторым теориям, они вымерли из-за того, что появились более прогрессивные кембрийские организмы, а вот некоторые специалисты считают, что они вымерли до появления первых кембрийских организмов. Дело в том, что именно в тот момент происходил распад суперконтинента, активное движение отдельных блоков тектонических плит, и в том числе очень сильно менялся уровень океанов. Были активные так называемые трансгрессии, то есть приходы океанов на континенты и регрессии. А кроме того, в воде тогда было очень мало кислорода, так называемые аноксические условия. И организмы эти все жили на мелководье, где хоть какой-то кислород был. И если вот постоянно начал океан то пребывать, то убывать, то эти бедные несчастные организмы, которые, по всей видимости, очень плохо перемещались, если вообще перемещались, постоянно оказывались в бескислородных условиях, просто задыхались и гибли. И возможно, что именно поэтому вот это царство блинов закончилось, и бедные блинчики-то все и погибли. Но раз уж блинчики погибли, давайте посмотрим, что было дальше. Перейдем, собственно, уже к основному-то кембрийскому парадоксу нашему. Значит, сейчас как такового кембрийского парадокса, то есть неожиданного появления самых разных форм жизни в большом количестве фактически нет. Но кое-что от кембрийского парадокса осталось. Да, мы знаем, что многоклеточные организмы появились раньше кембрийского периода. Да, нам известно, что эволюция шла долго, но все-таки остался абсолютно доказанный момент, что в какой-то момент, а именно в кембрийский момент, в кембрийском периоде, вдруг появляется огромное количество организмов с минеральным скелетом, которые очень хорошо сохраняются. Не зря же там столько ракушек всяких находили и прочих. То есть, как минимум, происходит скелетная революция, и все вдруг одеваются в минеральную оболочку, или же там даже внутренний минеральный скелет формируют. В общем, появляется скелет, происходит скелетная революция. И, кроме того, доказано, что в кембрийском периоде появилось множество самых разных современных типов живых организмов. Это неожиданное появление самых разных форм жизни назвали кембрийский взрыв. Но давайте теперь поговорим о том, в чем причина всего этого безобразия. Начнем с того, что такое вообще кембрий. Давайте обозначим границы. Здесь вы видите так называемую общую геохронологическую шкалу, или по-простому шкалу времени. Как видите, она подразделена на множество разных делений. Ну и самое, пожалуй, что важное для нас, и для вообще всех людей, которые интересуются палеонтологией, это периоды. Вот их здесь много, они разноцветненькие, хорошо видно. Но все слышали там юрский период, триасовый период, вот теперь еще и кембрийский период услышали. И, как видите, кембрийский период достаточно древний. Это вообще самый древний период так называемой фанерозойской эры, фанерозойского эона, прошу прощения, то есть эона явной жизни. Ну и неудивительно, потому что эон явной жизни наступил тогда, когда в каменной летописи появилась возможность что-то найти. Ну и как раз что-то найти появилась возможность именно с кембрийского периода. Ну а если мы возьмем временные рамки, то это от 541 миллиона лет до 485 миллионов лет. Вот такой интервальчик. Теперь давайте поговорим о том, почему, собственно, назвали эту эпоху кембрийским периодом. Общаясь за странное слово такое, кембрий. На самом деле не такое уж оно и странное. Здесь мы вспомним другого замечательного геолога, Адама Седжига, который тоже, разумеется, работал в XIX веке, активнейшим образом изучал самые разные горные породы, в том числе активно работал в Англии и конкретно в Уэльсе. И именно там он нашел такие красивые, шикарные, вот как на этой картинке, видите, прям обалдеть, смотришь на эту стенку и радуешься. Вот такие радостные, классные породы кембрийского периода, и, собственно говоря, он их кембрийскими впервые и назвал. А назвал он их в честь названия Уэльса, древнего римского Камбрио. Вот, собственно говоря, где нашел, там и назвал. Ну и так это все в науку и вошло. Теперь давайте поговорим о том, как выглядела Земля во время кембрийского периода. Вы уже видели, как она выглядела прямо перед самым началом кембрийского периода. Ну и, собственно говоря, дальше у нас процесс вот этого раскола огромного древнего континента только продолжался. Но давайте посмотрим, кто у нас тут куда плывет. Ну, вообще, если что, чтобы вы понимали, значит, уплыли у нас отдельно от гигантского суперконтинента. Северная Америка с кусочком Европы, она вот там, соответственно, от вас почет слева. Дальше это Сибирь у нас плавает, и еще у нас так называемая Балтика, то есть это тоже кусочек Европы куда-то поплыла. Ну, давайте посмотрим, куда они поплывут. Как видите, плывут они достаточно бодро и весело. Потом большая часть из них покрыта мелкими морями. И это, кстати, тоже достаточно важно, потому что именно на мелководье-то в основном все живые организмы и формировались. Ну, и кроме того, вы видите, что двигались они достаточно быстро. Это, кстати, тоже важно, и мы к этому еще вернемся. Теперь давайте поговорим о климате, о том, какая была погода во время кембрийского периода. Ну, вообще тепло было неплохо так. По крайней мере, потеплее, чем сейчас. Ну, вот по некоторым оценкам, как видите, в среднем на планете Земля было где-то 21 градус Цельсия. Сейчас в среднем по планете Земля 16 градусов Цельсия. Но вообще тепло, да не то чтобы уж совсем так, вот как, скажем, во времена динозавров. Ну, потеплее. Ну, вот возможно, даже какие-то льды там на севере и были, хотя вроде бы откровенных источников, которые бы это точно подтверждали, нет. Ну, нормально было. Можно было жить. Ну, видите, водичка тоже тепленькая, 25 градусов. Короче говоря, было где древним животным порезвиться. Ну, давайте теперь посмотрим, собственно говоря, как они начали резвиться и как происходил этот самый кембрийский взрыв. Вот здесь вы видите такую схемочку достаточно научную, но на ней очень хорошо и четко видно, что действительно во время кембрийского периода на планете происходило что-то очень важное и что-то колоссально новое. Во-первых, вы видите появление огромного количества самых разных животных. Ну, видите, вот такие толстые полосочки. Это значит, что разнообразие жизни стало очень большое. Потом вы очень хорошо видите вот эту рыжую полосочку. Это как раз древние эти блинчики. Это идиокарские древние организмы. И они в основном тоже все вымирают. И причем, опять же, в основном вот четко прям на границе идиокарского и кембрийского периодов. То есть действительно что-то там произошло, что их всех погубило. То есть сомнений в том, что кембрийский взрыв был, нет никаких. Теперь надо разобраться, собственно говоря, почему он произошел. С чего это вдруг у всех скелет появился и чего это всех так много стало. Ну, давайте смотрим. Итак, начнем с того, что на самом деле кембрийский взрыв происходил не сразу. Вот если раньше казалось, что действительно что-то прям моментально происходящее. Оказывается, нет. Все-таки были некоторые этапы становления кембрийского взрыва. Первый этап, он по сути был еще до Кембрия. Его называют Авалонским взрывом. Это, собственно, момент, когда появилось очень большое количество первых многоклеточных организмов. Уже абсолютно точно такая доказанная и достаточно богатая фауна многоклеточных. Но это те самые блинчики. Дальше. Появление первых роющих организмов. Вот во времена этих царства блинов все сидели, никого не трогали. На самом деле и хищников-то не было практически, которые кого-либо ели. Очень мало свидетельств каких-то хищников. В общем, был такой, можно сказать, сад Эдиакары, так иногда называют. То есть такое мирное совершенно расположение разных организмов, без каких бы то ни было особых взаимодействий. Ну, какие-то там блинчики разве что наползали на бактериальные маты, и там бактерии пожелывали. Ну и все. Больше ничего такого. И даже тех, кто рылся бы в земле и яростно что-нибудь там перекапывал, таких тоже не было. Но вдруг, вот примерно 550 миллионов лет назад появляются первые роющие организмы, и стоило им появиться, так все, начался полный бардак и раздрай. Вот все сразу перекопали, все испортили, бактериальные маты, которые жевали древние блинчики, тоже погибли. В общем, ужас-ужас. Дальше появляются отдельные скелетные элементы. Это происходит достаточно постепенно, и они в основном мелкие. У них даже есть особое название, по-научному их называют Small Shale Fossils. То есть мелкие сланцевые окаменелости. И они очень разнообразные. Там есть действительно цельные ракушечки, но только очень маленькие микроскопические. Есть какие-то фрагментики, видимо, от покровов более крупных животных, но все они очень маленькие. Целых панцирей не было. Ну и, наконец, потом уже 530 миллионов лет назад появляются цельные нормальные такие скелеты, ракушки. В общем, уже есть на что посмотреть. Теперь переходим к причинам, наконец-то. Итак, первая причина, которая, возможно, привела к появлению кембрийского парадокса, кембрийского взрыва, если быть точнее, это кувырок Земли. Дело в том, что я специально обратил ваше внимание на то, что континенты двигались поразительно быстро на протяжении кембрийского периода. И, кроме того, есть особые такие рэперы, которые помогают ученым установить, куда и как двигались континенты. Это так называемая остаточная намагниченность в горных породах. Но дело в том, что, когда у нас происходит излияние лав, в лавах находится некоторое количество минералов, которые сохраняют намагниченность. И они как бы показывают, где находится Северный полюс. И они, разумеется, остаются потом. И можно найти вот такие древние излившиеся лавы или древние породы, застывшие на глубине, и посмотреть, куда там показывает, скажем так, древний компас. Ну а если потом сопоставить точки Севера на всех разных континентах, то можно посмотреть, как континенты располагались относительно друг друга. Именно так и делают. И вот когда посмотрели, как стрелочки этих древних компасов располагались, как древние континенты менялись относительно друг друга, оказалось, что они все двигались примерно в одном направлении и очень быстро. Если сейчас они двигаются со скоростью сантиметра в год, тогда это были метры в год. И тут у некоторых специалистов возникла гениальная идея. А может быть, такие не континенты тогда ползали, а может, это тот самый редкий случай, когда у нас полюс уполз куда-то. И из-за того, что один огромный континент располагался на юге, нашу землю бедную перекренило, но вот волчок перестал вращаться так, как раньше, и земля буквально совершила кувырок, и у нее ось появилась в другом месте. Вот, значит, как эти авторы предполагают перемещался в наш полюс. Вот примерно так. Но на самом деле мало кто разделяет эту теорию, но эти авторы высказали очень интересную идею о взаимосвязи движения континентов и Кембрийского взрыва. Они сказали, что раз континенты так быстро двигались, и в том числе огромное количество, огромные массивы суши резко переместились к экватору, там очень быстро менялся климат. А быстрая перемена окружающей среды способствует ускорению эволюции. Мы не знаем точно, был ли кувырок Земли, но то, что континенты двигались, это доказано множеством разных факторов, и то, что они двигались быстро, тоже доказано. И очень даже любопытно, что действительно можно это связать именно с эволюцией. Вполне возможно, что это действительно очень даже взаимосвязанные вещи. Дальше мы с вами перемещаемся к следующему фактору, который мог привести к Кембрийскому взрыву. Это количество кислорода. Дело в том, что в принципе в то время кислорода еще было мало. Если вы на первую картинку, где я там всякие параметры показывал, обратили внимание, 12,5% кислорода. И на протяжении Кембрийского периода количество кислорода, по всей видимости, сильно выросло. А для того, чтобы, например, панцири строить, нужно большое количество кислорода употреблять. Это очень энергозатратный процесс. Ну и кроме того, для того, чтобы активно поузать, например, тоже нужно много энергии, и тоже было бы неплохо дышать поактивней. Но и поэтому некоторые ученые предположили, что Кембрийский взрыв связан с тем, что резко стало намного больше кислорода в окружающей среде. Но это было предположение, причем достаточно логичное, но не было никаких доказательств. И вот буквально в прошлом году появились некоторые уже научно обоснованные доказательства, что да, таки действительно за время Кембрийского периода содержание кислорода в воде выросло и серьезно. Причем, что приятно, вы установили это на территории нашей страны, в Сибири. Вот перед вами как раз одно из мест, где брали породы для исследования. Это так называемые знаменитые Ленские столбы. Это такие огромные горные образования, действительно, как будто бы столбы на берегу реки Лены. И, значит, когда стали изучать разные породы, сейчас в них изучают содержание разных элементов и, изучая это содержание, могут установить, как менялся химизм воды, в которой формировались эти горные породы. И вот чего у них получилось у этих самых замечательных людей. Так, если что-то у меня шевелиться будет. Вот. Отлично. Вот видите, много разных параметров измерили, содержание самых разных элементов. И, в том числе, установили, хотя и косвенно, содержание кислорода. И посмотрите, что в итоге получилось. Получилось, что кислорода, содержание менялось очень сильно на протяжении кембрийского периода. В некоторые моменты его становилось сильно больше, оно буквально вырастало на 5%, а потом резко падало. А потом сопоставили это с изменениями организмов. И совпало идеально. Вот прям каждый раз, как только повышалось содержание кислорода, был взрыв разнообразия. То есть, действительно, можно сказать, что доказано влияние кислорода на формирование разнообразия кембрийского периода. Второй момент, ну даже не второй, третий получается, да? Третья гипотеза. Третья гипотеза связывает не с кислородом, а с другими элементами, которые содержались в воде. То есть, изменился химизм воды, и это привело к изменению животных. Но это, скорее, теория, не объясняющая кембрийский взрыв, а объясняющая скелетную революцию. То есть, в воде вдруг стало очень много минералов. Эти минералы стали попадать в организмы. Организмам это не понравилось, они стали их куда-то пытаться деть. В итоге они их стали выделять в окружающую среду и обросли вот как бы такой минеральной корочкой. А оказалось, что это удобная штука, что вроде тебя и сожрать так сложнее, если у тебя сверху панцирь минеральный. Да и вообще, как бы ты уже не просто какая-то аморфная медуза, а у тебя какой-то каркас появился. То есть, оказалось, удобная штука, и дальше это в моду уже вошло, и все стали вот таким скелетом одеваться. В принципе, теория тоже очень красивая и хорошая, но, как я уже сказал, в последние годы появилось очень много хороших химических методов, позволяющих выяснить состав древней воды, состав древней атмосферы и так далее. И оказалось, что вода не менялась никак в кембрийском периоде. То есть, теория хорошая, но пока что гипотеза хорошая, но она ничем не подтверждается. Следующее. Это, соответственно, рождение хищников. Значит, следующая версия объясняет такую быструю эволюцию в течение кембрийского периода тем, что впервые появились организмы, которые стали кушать других. Впервые появляются челюсти, там, не знаю, клешни, и все начинают друг друга рвать, кусать и так далее. В общем, ужас ужасно встает. К чему это приводит? К тому, что, во-первых, хищникам приходится совершенствовать органы чувств и совершенствовать органы перемещения. Кроме того, приходится как-то адаптироваться и к жертвам. И в том числе, например, обрастать скелетом, чтобы хоть как-то защищаться. Самим тоже совершенствовать и органы чувств, и желательно еще и мозгов побольше иметь. То есть, совершенствовать нервную систему, чтобы хоть как-то знать, как спрятаться от хищника. И в итоге это все приводит к очень стремительной революции, по сути, в живой природе. Вот, можно так сказать. Так что, по всей видимости, именно тогда у нас началась вся эта гонка хищник-жертва, которая, как вы знаете, продолжается до сих пор. Дальше. Следующий момент. Следующая гипотеза, очень любопытная, такая комплексная, экологическая и вообще же классная. Дело в том, что именно в кембрийском периоде, это доказано, впервые появляются разнообразные рачки, которые стали делать пеллеты. Что это вообще такое? Как вели себя животные до кембрийского периода? Они что-нибудь кушали и выделяли это в окружающую среду в жидком виде. И, по сути, как бы продолжали плавать в том, чего уже переварили. Это было не очень хорошо, и, по всей видимости, вода была такая мутненькая, прямо скажем, зелененькая, не очень хорошо пахла, и, кроме того, это вообще просто колоссально влияло на окружающую экосистему. Ведь раз вода мутная, значит, свет не может проникать на большую глубину, он проникает только в самые верхние слои воды, и это обозначает, что очень небольшое количество пространства, где могут развиваться, например, водоросли или какие-нибудь бактерии, выделяющие кислород, а значит, кислорода достаточно мало. Но тут появляются вот такие рачки, которые стали упаковывать отходы. Они стали все свои фекалии оборачивать тоненькой вот такой пленочкой, и вот это называется пилет. Казалось бы, ну подумаешь, там какие-то вот эти мусорные шарики стали формировать, но это колоссально важно. Ведь теперь они уже не были жидкими. Они формировались и падали на дно, и вода стала очищаться. Это привело к тому, что, соответственно, огромное количество растений стало появляться на очень большой глубине. Если раньше буквально там первые сантиметры, где могли жить растения и другие животные, то теперь это до 200 метров появилась возможность. То есть, конечно же, сфера жизни расширилась и существенно. Так что даже маленькие рачки могут принести огромную пользу. А кроме того, на дне стали формироваться вот эти вот пилеты, и появились живые организмы, которые вот стали эту органику повторно перерабатывать, как раз, например, в ней рыться, скопаться. Таким образом и донная жизнь стала развиваться. То есть вообще рачки сделали нам хорошую экологию. Как это установили, кстати, тоже довольно любопытно. На самом деле вот такую уникальную способность рачков собирать всякие разные вещества, упаковывать их и очищать воду, об этой способности долгое время не знали, а установили совершенно неожиданным образом. Однажды ученые решили, ну вот, собственно, да, эти реснички всякие, которыми эти рачки собирают, это древние, которые нашли. А вот, значит, теперь перейдем к тому, как это все установили. Значит, был такой проект о исследовании морских течений. Вот думали, как бы сделать так, чтобы понять, куда там эта вода несчастная течет. И пришла в голову гениальная идея. Почему бы не распылить краску над водой? И вот такая вот красненькая, замечательненькая струйка потечет, и вот за ней можно будет с самолетов наблюдать, смотреть, куда там это, соответственно, течение ее несет. Так и сделали. Почему бы нет? Но вдруг, неожиданно, оказалось, что чуть-чуть эта краска там поплыла и исчезла. Еще раз сделали, вдруг не получилось. То же самое. Когда стали разбираться, куда вообще эти красящие вещества пропадают, почему они в воде не остаются, а оказалось, что как раз эти самые рачки все это съедают, пропускают через свой пищеварительный тракт, упаковывают, и все это на дно опускается. И вода целиком и полностью очищается. Вот такая вот неожиданность. Вот так вот рачки воду очищали. Следующий момент. Я уже говорил, в принципе, про то, что роющие организмы стали появляться, причем именно в самом-самом начале кембрия, но чуть-чуть пораньше кембрия. И, конечно же, это тоже, возможно, привело к существенной перестройке всей экосистемы. То есть, если раньше вот так выглядела наша планета, то есть абсолютно слой за слоем миллионы лет падали осадки на дно морское, и только сверху была жизнь в виде этих лепешек, и только сверху какие-то бактериальные маты, и кто-то на них резвился. А вдруг огромные свои почвы стали перерабатываться, туда стали зарываться, стали всю эту древнюю органику как-то подъедать, стали всю эту почву перемешивать. Но это, конечно же, привело к существенной перестройке всего окружающего мира. Ну и, наконец, последний момент. Связан уже с генами. Значит, тут всякие геологи, полиантологи рассуждали, вот из-за этого кембрийский взрыв, нет, из-за того, мол, кембрийский взрыв. Генетики тут пришли и тоже говорят, ребят, а что это вы тут делаете, а? Они им говорят, ну ты иди, мальчик, иди. А генетики обиделись, говорят, нет, мы тоже хотим про кембрийский взрыв что-нибудь рассказать. И вот стали они изучать, а вдруг в кембрийском периоде что-то произошло с генами такое неожиданное. И ведь таки произошло. Есть такие необычные гены, называются они хокс-гены. Что это такое и зачем они нужны? Хокс-гены, они сами по себе не говорят о том, чего должно расти конкретно. Но они как раз размечают план строения. То есть они как раз говорят, где должно что-то расти. И оказывается, в кембрийском периоде произошло многократное удвоение этих хокс-генов. Их стало гораздо больше. К чему это привело? К тому, что резко и неожиданно план строения всех организмов усложнился, причем колоссально усложнился. Сами понимаете. То есть получается, что и генетики тоже привнесли некоторый вклад. Ну и, наконец, чем дальше изучают этот кембрийский взрыв, тем больше понимают, что на самом деле очень уж он непростой. И подходить к нему с какой-то одной стороны вообще на самом деле бесполезно. И даже вот сам этот взрыв, уже когда он начался, происходил тоже не за секунду, не моментально, а как минимум в два крупных этапа. Это тоже было установлено на наших породах сибирских. Группа ученых, собственно, руководил этим исследованием Андрей Юрьевич Журавлев. Может быть, кто-то слышал о таком замечательном палеонтологе. И было установлено на вот этих организмах, что появились они не сразу, что в какой-то момент появились древние формы, а потом был еще один этап, когда древние формы вымерли и появились уже более современные. Ну и вот, соответственно, как это все на схеме выглядит. Да что ты будешь делать? Вот, видите? То есть как минимум два этапа совершенно четких можно выделить, когда у нас было активное видообразование. Какой можно из этого всего сделать вывод про кембрийский взрыв и формирование? В чем все-таки причина? Вывод, по всей видимости, что, как обычно, не стоит пытаться найти какую-то одну причину. Причина комплексная. И вот только такое огромное количество факторов, которые так удачно сошлись в одном месте и в одном время, привели к тому, что Земля изменилась кардинально и навсегда. Ну а теперь перейдем, собственно, немножечко к разнообразию животных, которые жили во время кембрийского периода. Тогда жило много разных существ, некоторые выглядели просто фантастически. Так что, если вы хотите узнать, когда обитали фантастические твари, ну вот, наверное, самые фантастические именно тогда, во время кембрия. Но начнем, пожалуй, с самых-самых маленьких морских существ. Я вам уже упоминал о неких small shale fossils, то есть каких-то маленьких ракушечках, ракушойночках, маленьких каких-то элементиках, которые стали появляться самыми первыми. И вот если самые древние, самые-самые нижние, нижнекембрийские породы посмотреть, то никаких окаменелостей вы там не найдете, но вот под микроскопом уже вот какие-то отдельные элементики вы сможете разглядеть. То есть получается, что организмы как бы постепенно одевались в панцирь, в скелет. Причем есть тут целые вполне себе ракушечки, есть и отдельные какие-то элементики, которые, возможно, на каких-то древних существах типа каких-то червячков располагались. Частенько вообще непонятно, откуда тот или иной элемент, и очень часто это так называемые остаются проблематики, которые даже непонятно отнести к какому типу живых организмов. И лишь потом, когда удается найти какие-нибудь уникальные отпечатки, на которых расположены эти маленькие-маленькие гранулки, вот тогда какое счастье ученым удается установить, что действительно вот эта вот там иголочка принадлежит вот этому червячочку. Но и потихонечку таких проблематик становится все меньше. Следующее. Это так называемые археоциаты. Их вообще на свете очень много. В Кембрии, в том числе, очень много на территории нашей страны их находят. Опять же, кстати, говоря в Сибири. Значит, что это такое? На самом деле, это древние родственники губок. Древние родственники губок, но растущие в виде таких очень своеобразных и специфических кубков. Очень редко они сохраняются целиком, чаще всего их удается найти лишь внутри горной породы, когда там ее расшлифуешь хорошенечко, вот там какие-то зоненькие стеночки этих кубков просматриваются. Они были очень необычные и почему-то очень быстро вымерли, даже до конца кембрийского периода не дотянули. Совершенно непонятно, почему, как, зачем, но само по себе штука довольно интересная. Вот, собственно, как это выглядит в разрезе. Вот, как раз, если распилить один такой камешек, вот такие вот кругляши можно найти. Это стеночки этого самого кубочка двойные. Ну и дальше я бы хотел рассказать о уникальных организмах, которые можно обнаружить в так называемых лагерштатах. Дело в том, что, в принципе, в кембрии наконец-то стали появляться нормальные такие уже ракушенцы всякие панцири. Но одними ракушками сыт не будешь. Все-таки у нас далеко не все живые существа на Земле обладают каким-то минеральным скелетом. Некоторые органическим скелетом обладают, некоторые вообще мягкие. Вон хотя бы у слезняка спросите о его тяжкой жизни. Так что хотелось бы как-то вообще ученым узнать не только от тех, кто раковиной обладал, но и об остальных живых организмах. А откуда их взять? И вот тут на помощь ученым пришли так называемые лагерштаты. Оказывается, иногда на Земле складывались уникальные условия, в которых сохранялись даже мягкотелые организмы. Иногда даже какие-то внутренние органы разных организмов. И вот такие места с уникальной сохранностью как раз и назвали лагерштатами. Но перед вами Чарльз Дулиттл-Оукот, который описал первый известный лагерштат. Был он найден в Канаде. Это знаменитый Сан-Си-Бёрджис. Вот. Около горы Маунт-Стивенс. Вот видите, где это расположено? В Антарио. Вот, соответственно, как выглядят сами эти разрезы Сан-Си-Бёрджис на горе Маунт-Стивенс. Ну и в начале XX века эти все отложения изучались. Потом на некоторое время интерес к ним как-то упал, но в 70-х годах интерес снова вернулся и после этого еще огромное количество новых открытий было сделано. Ну, в принципе, и сам на самом деле Уолкот успел за свою жизнь тысячи окаменелостей найти и огромное количество их описать. Так что мы знаем, что это очень богатое местонахождение. Но оно не единственное. Вот, собственно говоря, как выглядят эти животины, которые жили на месте сланца Бёрджис. То есть такое, можно сказать, окошко приоткрыли в Древний мир и увидели этих самых странных животных. Но, слава Богу, сейчас таких окошек уже достаточно много. Причем особо любопытно, почему-то огромное количество именно этих древних лагерштатов было в Кембрии. Потом их стало гораздо меньше. В чем была особенность именно кембрийского периода, что там формировалось множество лагерштатов, об этом тоже можно подискутировать, но давайте как-нибудь в другой раз. Вот вы здесь видите основные лагерштаты, особенно приятно, что есть в том числе и наши. Вот, видите, Сибирь, Синский лагерштат, около 517-513 миллионов лет назад там жили животные уникальные. И про Синский лагерштат я чуть-чуть тоже подробнее расскажу. Вот, собственно говоря, где он расположен. То есть это Якутия, опять же, берега реки Лены, уникальные карты, никому не рассказывайте, чтобы никто туда не пришел, ничего нам не раскопал. Это все только для ученых, но вы никому не расскажете. Ну, а вот, собственно говоря, опять же, как выглядят эти горные породы, разрезы, ну и так далее. Ну, а вот, как это все выглядело во время кембрийского периода. Вот сланцы Бёрджис, из которых я буду всяких разных животинов тоже называть. И вот, где у нас Синск располагался. Ну, и, соответственно, как вы видите, все это было мелководье, и все это было относительно недалеко от экватора. То есть все это располагалось в теплых морях. Ну, а теперь переходим уже непосредственно к разнообразию. И начнем мы с вами, пожалуй, что с так называемых линяющих животных. Самые известные линяющие, которые всем вам хорошо знакомы, это насекомые. Вы хорошо знаете, что насекомые, да и, собственно, не только насекомые, но и другие, нестоногие, там, раки, крабы и так далее. Они все сбрасывают с себя панцирь, то есть действительно линяют, но на самом деле разнообразие линяющих даже побольше. И вот одни из самых странных и загадочных линяющих животных перед вами, так называемые ксенузии. В общем-то, вообще непонятно, на самом деле, что это такое. То ли это какое-то переходное звено, древнее было такое, то ли это самые древние так называемые бархатные черви. Есть сейчас такие организмы, они очень маленькие и очень своеобразные, ну, видите, да. Пожалуй, что самое своеобразное из этих ксенузий древних, это вот такая галлюцигения. Но вот когда ее нашли, вообще было ничего непонятно. То есть, вначале пытались понять, хотя бы, как это поставить. То ли на шипы вот на эти длинные, то ли вот на эти отросточки. Вначале на шипы поместили, решили, что она ходила на ходулях, а сверху были такие маленькие отросточки, типа щупались, а они им что-то хватали вкусненько и в рот отправляли. Потом подумали, подумали, решили это все перевернуть. Поставили, решили, что это лапки, а это шипы кверху торчали, чтобы его никто не съел. Так вроде бы какая-то логика появилась, вот стало похоже на бархатных червячков. Теперь осталось дело за малым, понять, где голова. То ли вот здесь вот шарик с головой, то ли там с хоботом. Ну, вроде там с хоботом, там даже что-то типа на похожее на рот проклевывается. Вот как это животное выглядело, соответственно, при жизни. Своеобразная животина, согласитесь. Переходим к следующему инопланетянину. Так называемый анихофорум. Вот этот классический бархатный червь, который, собственно говоря, живет и до сих пор. Ну, впрочем, и в кембрийском периоде абсолютно таких же древних находили. Но и сами понимаете, что эти существа очень похожи на персонажей некоторых фильмов ужасов. Я, кстати, уже неоднократно обращаюсь ко всяким разным там авторам ужастиков. Откройте книжку по палеонтологии. Вы удивитесь, сколько, оказывается, разных есть форм помимо ящериц и насекомых, которых уже замочили. Дальше переходим к так называемым лобоподам. Тоже очень странные и своеобразные существа. Ну, собственно говоря, близкие родственники вот этих ксенузий, которых мы видели. Ну, и, как видите, в древние времена они тоже жили и в большом количестве. Некоторые были очень маленькие и симпатичненькие. Так, сейчас, секундочку. Да что ж такое. Все. Ну, и вот еще один такой необычный червеобразный организм, который был открыт совсем недавно. Его в шутку прозвали аплодирующим червем. Почему? Ну, несложно догадаться, почему, потому что у него были огромные лапки такие с щетинками, которыми, скорее всего, он именно что аплодировал. Зачем? Ну, по всей видимости, вылавлял что-нибудь вкусненькое из окружающей воды. То есть был такой фильтратор, который постоянно этими лапками шевелил и все вкусненькое на себя в рот отправлял. Тоже очень необычная, кстати, свеженькая находка 2017 года. Вот. Дальше переходим к тихоходкам. Тоже очень своеобразные организмы, кстати, на редкость живучие, очень маленькие, но и, конечно же, очень симпатичные. Видите, просто очаровашки. Между прочим, в английской литературе им вообще дали очень нежное название. Их назвали water beers, то есть водные мишки. Ну, я, конечно, понимаю, что медведи-то в шоке, но зато остальным всем нравится. И, как вы видите, вот вам современные, а вот вам древние. Мало того, что они практически не изменились, так вы еще оцените степень сохранности. Это миллиметры. И вот каждую щетинку видно. Это, конечно же, уникальные вещи. Скорее всего, вот эти организмы окаменевали просто за секунду. Вот буквально как по мгновению волшебной палочки. Попадали в какие-то воды, пересыщенные минералами и моментально окаменевали. Это из уникального местонахождения в Швеции. Дальше переходим уже к нашим родным организмам. Вот там, пожалуйста, из синского уникального местонахождения вот такой вот замечательный организм, относящийся к головохоботным червям. Иногда их еще называют очень неприличными червями, но я, пожалуй, что не буду так делать. Пусть будут головохоботные. Ну, очень действительно своеобразные ребята. На других червей не похожи. У них вот хоботочек такой, которым они в землю могли зарываться, а они его там разворачивали. Вы можете как-нибудь посмотреть, как современные преополиды ведут себя. Очень-очень специфические, даже не знаю, с чем их сравнить. Но одно могу сказать, что в древности они были абсолютно такими же. И вы это прекрасно видите по этой уникальной находочке. Ну вот, если кому интересно, можете посмотреть, как эти организмы соотносятся друг с другом, так немножечко освежить в голове систематику. Это вот, соответственно, всякие разные червеобразные древние линяющие организмы. Ну, а мы переходим к организму, который к нам, наверное, чуть-чуть более знакомый, так называемые членистоногие. Надеюсь, не испугал я этим страшным словом. Но во время как раз кембрийского периода, по всей видимости, первые членистоногие только начинали формироваться. И были даже какие-то формы, которые имели множество черт настоящих членистоногих, но в то же время некоторые черты, которые у современных членистоногих ни у каких, ни у рачков, ни у насекомых вы никогда не найдете. И вот одни из них так называемые гинокориды или ужасно-креветкообразные. Как видите, действительно, они очень странные, но, может быть, тоже даже и ужасные, но, правда, на креветку не похожи. Почему? Откуда взялось вообще слово креветка? Я сейчас еще расскажу. Перейдем к самому известному представителю гинокорид под названием аномалокарис. Между прочим, это переводится как ненормальная креветка. Что ненормальная точно, но вот креветка ли большой вопрос. А дело это вот все вот в чем. Когда впервые этого аномалокарис нашли, нашли вот эту вот штучку только. И она действительно была очень похожа, как видите, на креветочку такую. Очень странную креветку, поэтому и назвали ненормальная креветка. Потом вот волк находил вот такие диски и поначалу решил, что это, наверное, какая-то медуза. Потом внутри этой медузы обнаружились по кругу зубы. Медуза с зубами такая жесть даже палеонтологу не приснится. Видимо, все-таки это была не медуза, а что-то другое. Чей-то челюстной аппарат, но круглый. Очень странно, сейчас такого нет. Потом вот нашли вот такой странный, непонятно что. Почему-то решили, что это губка. Но в итоге оказалось, что все это и не губка, а это и не медуза, а это и не креветка, а все это части одного единого аномала кариса. Вот еще разочек, как он выглядел. Значит, этот круглый рот у него располагался снизу. Вот они, вот эти отросточки его передние ротовые, которые похожи на креветочек. А, собственно, то, что там было похоже на губку, оказалось его телом просто таким очень расплющенным, непонятным. Но вот, когда нашли более-менее нормальные целые красивые находочки, удалось установить, как именно выглядел этот странный аномала карис. По сей день, это был главный хищник своих морей, некоторые вырастали до метра длиной. Еще одно очень своеобразное животное апобинья. Ну, с ней было попроще в том смысле, что ее, по крайней мере, сразу нашли в виде целого отпечатка. То есть, было сразу понятно, как это животное выглядело. Очень даже хороший отпечаток, все понятно. Единственное, что непонятно, что это вообще такое. Ну, вот сейчас, когда уже хорошо изучены всякие аномала карисы и прочие вот эти ужасно креветкообразные, мы видим, что и она похожа тоже на этого аномала кариса чем-то. Но в отличие от аномала кариса, у нее было не два глаза на стебельках, а, прошу прощения, пять. Пяти глазах мы сейчас не видим. Что-то такое, видимо, мода кембрийского периода все-таки. Потом, видите, у нее еще какой-то хоботок а-ля трубка пылесоса. видимо, там вот этой клешней как раз она чего-нибудь там хватала и дальше запылесошивала. Вот. Ну, переходим дальше к следующему чудику. Вот этот свеженький. Надеюсь, что все фанаты «Звездных войнов» уже оценили это животное. Помимо того, что оно, конечно же, само по себе любопытное, но и, конечно же, каждый видит сразу, что это создание похоже на сокол тысячелетия. Вот. Да возрадуется Харрисон Форд. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. Еще одно странное чудище под названием Фуксиануия. Надеюсь, правильно прочитал. Значит, помимо того, что это существо тоже имеет довольно своеобразную морфологию, оно обладает еще и уникальной сохранностью, и здесь сохранилась нервная система. Я говорил, что иногда такое в Владимирштатах бывает, когда даже внутренние органы сохраняются. И у этого организма удалось изучить все и даже мозг. Видите, вот детальные прорисовочки мозга, и оказалось, что на самом деле эти создания, вот эти древние ужасно креветкообразные, были не совсем похожи на членистоногих. И у них даже вот эти передние придатки, которыми они там все хватали, они не соответствуют ни антеннам, ни челюстям членистоногих, вообще ничему. То есть сейчас у современных членистоногих вот те отделы мозга, которые вели к придаткам, сейчас не ведут ни к чему. То есть это было что-то, видимо, совсем своеобразное, именно такое древнее кембрийское. Сейчас такого уже нет. Дальше переходим уже к знакомым, наверное, многим организмам под названием трилобиты. Ну, трилобиты-то в отличие от других организмов обладали нормальным таким цельным панцирем, поэтому их изучать одно удовольствие, для этого не надо ехать в какие-нибудь лагерштаты, но можно съездить и в лагерштатах найти каких-нибудь особо красивых и особо хорошо сохранившихся трилобитов. В принципе, в кембрийском периоде их появилось уже достаточно много. Если вдруг кто не знает, это тоже членистоногие, но они не относятся ни к насекомым, ни к ракообразным, то есть это какая-то особая группа. Некоторые думают, что предковая для уже ракообразных и прочее, но это не точно. Почему трилобиты? Вот на этой картинке это очень хорошо и ярко объясняется, потому что у них три части. Ходите, поперек поделите. Раз, два, три. Ходите вдоль. Голова, туловище, хвост. Как ни крути, на три части делятся, потому и трилобиты. Вообще трилобиты странные существа, прямо скажем. Вот глаза у них странные, у некоторых там на стебельках глаза, у некоторых огромные глаза с множеством маленьких глазков, у некоторых поменьше такие простые глазки, у некоторых вообще глаз нету, да и зачем они нужны, правда. Вот. Потом у всех трилобитов очень толстая, видите, как будто бы голова, да? Можно подумать, что они шибко умные, но на самом деле на этом месте располагался гигантский желудок, а мозг это был вообще крошечный. Но это еще не все. Вот посмотрите, на некоторых уникальных находках, вот как раз в Лагерштатах, удалось рассмотреть детально нижнюю часть трилобита и увидеть его лапки. Лапки, там ротик, все такое. И оказалось, что каждая лапка была двойная, из двух веточек стояла. И нижняя веточка, она ходильная, нормальная, а вот верхней ногой трилобиты дышали. То есть эти существа дышали ногами, в голове желудок, короче, черти что. Ну и кроме того, иногда удается найти и внутренние органы наших замечательных трилобитов. И, что особенно опять приятно, как раз таки в Синском местонахождении у нас в Сибири удалось обнаружить вот такой вот окаменевший желудочно-кишечный тракт трилобита. Вот. Ну и вот такую вот картиночку красивую можно по ней нарисовать. То есть впереди действительно огромный желудок, дальше идет кишечник, ну и, собственно, больше ничего интересного. Дальше он до конца так и идет. Ну вот вам многообразие трилобитов. Их действительно было очень много самых разных. Обратите внимание, сколько групп трилобитов появилось в Кембрии. То есть в Кембрии действительно это момент расцвета трилобитов. Дальше еще в Ордовике им было хорошо, а вот дальше им уже стало нехорошо. Ну а дожили некоторые бедолаги аж до Пермского периода, до конца Палеозойской эры и загнулись, как только услышали, что скоро динозавры появятся. А вот несколько, собственно, трилобитов, чтобы вы уже оценили реальное разнообразие кембрийских трилобитов. Кстати, все трилобиты из Синского местонахождения. Ура сибирским трилобитам! Ну, да, это уже не сибирские, прошу прощения. Это с острова Кенгуру. Ну, просто мне очень захотелось его показать. Вот в прошлом году нашли такого красавца, который достигал длины более 30 сантиметров. Вообще, на самом деле, первые трилобиты кембрийские, они в основном мелкие, очень мелкие. Там первые миллиметры, но сантиметр. Очень редко находится что-то более крупное. Но есть там некоторые так называемые парадоксидосы, которые их в Америке находят, они были покрупнее. Но вот это претендент на звание самого крупного кембрийского трилобита. Вот, кстати, в том же Синском местонахождении находят еще вот таких созданий. Это так называемые трилобитообразные. То есть они очень похожи на трилобитов. И вообще любой нормальный человек, то есть не палеонтолог, скажет, что это действительно трилобит. Но нет. Если приглядеться, например, вот у этого парня очень маленькая тельца, очень большая, вот как раз голова и хвост. И при этом на голове нет глаз. Это так называемые агностиды. Очень долгое время их относили к трилобитам. Сейчас выяснилось, что они на самом деле устроены совсем иначе. То есть это что-то особое. Особая группа членистоногих. Вот эти ребята тоже похожи на трилобитов, но у них вообще практически нет тела. Только одна голова и хвост. И кроме того, они сохраняются только в Лагерштатах. У них не минерализованный был панцирь, органический. В общем, тоже своеобразная группа. Ну и вот еще разочек, так сказать, для любителей систематики схемка. Это уже мы переходим к следующей группе организмов, так называемых спиральных. Выделяют сейчас таких. Ну это в основном всякие черви, моллюски. Ну и мы тоже к ним относимся. В общем, всякие разные. Начнем, пожалуй, с таких странных созданий, которых можно встретить только в кембрийском периоде. Это так называемые переходные звенья. То есть те, которые сочетают в себе признаки разных типов живых организмов. Вот это, например, полумоллюск, полукольчатый червь. Вроде бы подошва напоминает вполне себе моллюска. Но вот разные шипики, иголочки, которые вы можете увидеть сверху, они больше всего похожи на иголочки, которых находят на всех червях. То есть у него действительно такой смежный признак, и возможно, что это какой-то очень близкий родственник и тех и других. Некая переходная форма. Еще одна переходная форма между так называемыми брахиоподами. Это существа, у которых раковинка есть, двустворчатая. Ну, не путать с двустворчатыми моллюсками, они устроены немножко иначе, но тоже двустворчатые. Двустворчатые тоже всякие бывают, между прочим. Так вот, это существо обладает раковинками двустворчатых и телом, как у моллюска. Вначале находили только раковины, и ни у кого не было никаких сомнений в том, что это просто-напросто древняя брахиопода. А потом обнаружили эти отпечатки, оказалось, что вот эти раковинки просто были на голове и на хвосте у древнего моллюска. То есть это что-то тоже совершенно фантастическое. И есть еще вот такие находки, которые как раз позволяют предположить, как вот это древнее существо, похожее на моллюска, могло бы превратиться в брахиоподу. Но как превратиться в моллюска, понятно, там раковины выкину, и все, и вполне уже за моллюску сойдешь. Вот в брахиоподу, чтобы превратиться, надо было бы уменьшить тушку и закрыться раковинами. И оказывается, некоторые личинки, вот, например, этих томатиид, очень похожи на брахиопод. И вот, возможно, как раз из личинок потом брахиоподы и развелись. Ну, теперь уже переходим к нормальным таким червям, а не каким-то там, поймешь, не поймешь чему. Вот он, нормальный, кольчатый червь. Такие в кембрии тоже были. Если вдруг кто-то подумал, что это ершик, нет, это не ершик, это кольчатый червь. Тоже очень симпатичный, кстати. Недавно его описали совсем. Вот он, пожалуйста. Вот это уже нормальные двустворчатые моллюски. Правда, это тоже смоушиофосеус, то есть они миллиметровой длины. Ну, нормально, видно, что двустворчатые. Вполне похоже на современные. Это, кстати, тоже наши, видите, сибирские. Так. А вот теперь переходим к еще одной очень странной переходной форме. Ну, вот с ней вообще ничего не понятно. То есть это тот самый редкий случай, когда ученые просто чешут репу и ничего понять не могут. Вначале они посмотрели вот на эти отпечатки и увидели в этом некое членистоногое животное. Ну, действительно, вроде на какого-то аномалокариса похожего своими там отросточками, телецам и так далее. Потом пригляделись и вроде обнаружили что-то похожее на хорду. То есть такой протопозвоночник, предок позвоночных это получается. То есть это, возможно, и наш предок. Дедуля, ты ли это? Да нет, вроде не он. Ну и, наконец, обнаружили у него еще и воронку. А воронки, как известно, есть только у моллюсков. И решили, что это какой-то моллюск. А то, что у него усы, как у аномалокариса. Ну, мода была в кембрии на усы. Ну, что такое? Мало ли, кому как нравится. Не будем, так сказать, навязывать свое мнение. Дальше. Вот вам древняя брюхоногая виваксия. Тоже довольно своеобразная, но сами видите. В принципе, на подошву это у нее похоже на улитку, но вот сверху ни у одной улитки, ни у одного моллюска, даже не только улитки. Вы такого не увидите. Вот такие странные покровы, да еще какие-то непонятные отростки, которые вообще непонятно для чего служили. Но это тоже. Такое вы встретите только в кембрийском периоде и только в сланцах Бёрджис. Ну, вот вам, опять же, смоущие фосеус, только уже брохиоподы. Хотя теперь уже начинаешь сомневаться, все ли это брохиоподы, или, может быть, кое-что, это просто, как говорится, шапочка какого-нибудь моллюска древнего. Вот очень странное существо. Ну, вот как бы на первый взгляд не приходит в голову, в принципе, куда бы это отнести. Но ученых так просто не проведешь. Они присмотрелись и увидели интересную штуку. В первую очередь они обратили внимание, что если расколоть этот организм, вот отдельные его элементики, то он раскалывается с образованием идеальных ровных граней. Вот такую особенность раскалывания известковых организмов с образованием идеальных граней по кристаллам можно такую особенность встретить только у иглокожих, у морских ежей, у морских лилий и так далее. И это, причем, больше ни у кого вообще в живой природе. То есть это говорит о том, абсолютно точно, что это древнейшее иглокожие животное. Но вот как из этого могла получиться морская звезда или морской ежик, вот это уже большой вопрос. Но вот, видимо, как-то получилось. Или, по крайней мере, из какого-то его родственника. Но это иглокожие, по всей видимости, было сидячее, оно, видимо, как-то что-то фильтровало. Но и при этом у него вроде бы находят такие следы от так называемой амбуакральной системы. Это тоже особая штука. Там все эти иглокожие гоняют через себя морскую воду и с помощью этой морской воды как-то там перемещают свои конечности. Очень интересная особенность. Только для иглокожих характерная. Ну и, наконец-то, мы приближаемся к себе любимым. Ну то есть к хордовым и позвоночным в конечном итоге. Ну, значит, что известно про хордовых? Есть вот такие ребята забавные. Называются ветуликолии. Ну, название хорошее. Как вы видите, напоминают они, ну не знаю, ну на дубину вроде похоже, да, немножко. Ну вот. Или вон катушка с хвостом, не знаю. Ну, в общем, пусть ваша фантазия там разыграется, может, что-то предложите пооригинальней. На самом деле вообще непонятно, что это такое, но некоторые ученые вроде увидели в этом какое-то хордовое, хотя ни одной хорды, ни у одного из них найдено не было. Поэтому пока что предполагают, что это древнейшие хордовые, хотя на самом деле что это такое? Непонатно. Но зато есть ребята, которые все-таки более определившиеся и как-то их на хордовых больше стали смахивать. Эй, ты уснул? Нет, проснулся. Вот вам один из представителей, найденный, ну прошу прощения, не в Сибири, в Китае. Называется это создание Юнаннозон. Красиво. Китайцы так умеют. У него, ну, строение напоминающее некоторых современных примитивных хордовых, еще не рыб даже, а так называемых ланцетников. Наверное, те, кто биологию хорошо помнит, помнят, что когда-то там в школе изучали таких маленьких, похожих на червячков, существ, у которых там жабры есть, там маленький рот, которым он что-то засасывает, но в то же время это существо обладает такой тоненькой трубочкой вдоль спины, то, что когда-то должно было бы стать, по идее, в процессе эволюции позвоночником, но так почему-то у них и не стало. То есть это древнейшие, самые примитивные хордовые, которые сейчас есть. И вот это вроде бы похоже на ланцетника, но в то же время не совсем. У него вроде бы и хорды нет, хотя бы жаберные щели, как у ланцетника, нету отдельных сегментов тела миомеров, так называемых, которые наблюдаются у ланцетника. Ну, то есть вроде бы как будто бы кутикула какая-то у него сегментированная, это вообще странно, у него одного хордового не наблюдается. То есть, ну, что-то такое, опять же, переходное, явно это еще не настоящее хордовое. Есть, есть получше. Вот, например, Пикайя из сланца Бёрджеса. Вот это такой классический пример самого древнего хордового. Говорили, что именно тогда вот появились там древние хордовы. Вот это наш дедулик, абсолютно точно. Посмотрите, ну, красавец, действительно похож на ланцетника, у него там рот есть и все. Вот только здесь у него две странности. Во-первых, у него усы, как у Анамалакариса, ну, мы уже говорили, мод тогда была. Ну, а кроме того, видите, у них вот странные такие отросточки впереди торчат. Нормальных, уважающихся хордовых. А вот этот зачем-то их снаружи вырастил. Ну, опять же, вот, видимо, странный он был, товарищ. В принципе, неплохо. Он подходит на роль самого первого хордового, но, скорее всего, все-таки это близкий родственник нашего дедуля, но не он. А вот это вот уже, возможно, наш дедуля. Вот у него все признаки хордовых есть. Так что сейчас, на данный момент, это самый хордовый из всех кемрийских хордовых. Хайку у Ихтис. Прошу любить и жаловать. И у него и жабры нормальные, и усов уже нету, и вообще все-все-все, и даже хорды есть. Ура, товарищи. Ну, и дальше еще одно хордовое я хочу вам показать. Называется оно канадонт. Ну, или иногда их называют канадонтофарад. Раньше находили вот только такие зубки. Причем их находят очень много и вообще везде повсеместно. И у нас их тоже огромное количество. У нас огромное количество канадонтчиков, то есть специалистов по этим самым канадонтам. Они очень часто от слоя к слою меняются, поэтому это очень удобно для разделения разрезов геологических. Классная штука. Там они еще цвет меняют, указывая, где можно нефть поискать. Так что вообще хорошая штука. Только непонятно, что это зубы. Только непонятно, чьи. Кто зубы потерял долгое время, не признавался. Но вот относительно недавно наконец-то обнаружили отпечатки этих существ. И оказалось, что выглядели они примерно вот так. То есть это такие сосисочки, можно сказать, с большими глазами и с ртом полным самых разных зубов. Причем действительно разных. Вот самые разные канадонтовые элементы внутри одной вот такой сосисочки помещались. Ну и прожили эти сосисочки долго, в общем-то, до конца Палеозойской эры. Ну и, собственно говоря, на этом мы уже заканчиваем наше путешествие по кембрийскому периоду. И этот аплодирующий червь вам на что-то намекает. Спасибо за внимание. Ну а теперь я готов попытаться услышать какие-нибудь вопросы, если таковые имеются. Микрофончик будем передавать? Я что-нибудь услышу. Прошу поднимать руки, а мы будем с микрофона к вам подходить. Спасибо. Ярослав, добрый день. Вы показывали там моллюска одного с такими перышками, типа наверху. Ну не перышки. Да, вивах все было дело. Вы сказали, что вы не знаете, ну как бы непонятно пока для чего эти перышки, а вот есть вариант, что они там типа для размножения или как были у них вообще? Какой вид размножения у них был? Типа нужен был полный партнер или нет? Ну вообще, я давно общался с моллюсками, но вообще они обычно говорят, что партнер нужен. Без партнера не очень весело. Вот. В принципе, конечно же, моллюски раздельно полые, и этот скорее всего был раздельно полый, но если уж говорить совсем честно, ну как бы ни одного зародыша вивакси не находили пока. Вообще, на самом деле, конечно же, с такими икринками, скажем так, проблемка есть некоторая, хотя китайцы здесь, как обычно впереди планеты все, они нашли вроде бы что-то, похожее на самые древние вот именно икринки, зародыши. Там даже видно, как там потихонечку деление идет клеток отдельных. Есть такие находки, но опять же непонятно, чьи это зародыши. Ну вот. Так что, ну, по всей видимости, они были раздельно полые, но был ли это какой-то, вот скажем, признак необходимый для, грубо говоря, капуляции, или признак для привлечения полового партнера, или это вообще какое-нибудь там додыхание как-то служило, есть такие версии. Пока что однозначного ответа нет. Ну то есть они были у всех поголовные, то есть не было таких же без вот этих штучек? Вивакси нет. Не было. Спасибо. На здоровье. Кто-нибудь еще? Надеюсь, никто не вымер. Не вижу поднятых рук. Ну, как говорится, когда нет вопросов, это обозначает, что либо все понятно, либо ничего не понятно. Я надеюсь, что в данной ситуации это все-таки первый случай, всем все понятно. Ну, в таком случае, спасибо, что послушали. Надеюсь, что-нибудь новое, интересное вы сегодня услышали. Ну и приятного всем дня. Приходите еще на мои лекции или на лекции в Архе, или же на лекции в России Первозданный. В общем, просвещайтесь, как вам будет удобно. В любом случае, мы будем рады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.